Всем привет, это Сочи. Находимся на площади перед городской администрацией, справа Олимпийский университет, вот такой фонтанчик тут работает, такие гейзеры, бегающие из-под земли. Сегодня мы выходим на Новогинску, на прогулочную улицу, сейчас вам расскажу свои приключения с Киви-кошельком. В общем, зимой этого года я жил в Белоруссии, в городе Гомель, и 10 января этого года я зарегистрировал Киви-кошелек, ну для того, чтобы получить перевод. Человек мне 10 тысяч прислал, они упали ко мне на кошелек, ну потом я съездил на Филиппины, вернулся, и так без задней мысли, в общем, приехал в Россию, вспомнил, что у меня 10 тысяч там лежит, и решил, значит, это все дело, как бы получить назад свои деньги. Естественно, попытался зайти в Киви-кошелек, у меня не получилось, почему естественно, потому что это Россия, это как бы, все время там, если где-то что-то связано с деньгами, обязательно вас обдурят. К сожалению, вот так у нас, да и при коммунистах то же самое было, при Советском Союзе, в принципе, везде, везде старались недоплатить, зарплату урезать, вот об этом отдельной передаче. Короче говоря, звоню на Киви-кошелек со своего российского номера, они говорят, а у вас на какой телефон зарегистрирован Киви-кошелек, я говорю, а я не помню, может быть даже и на вот этот вот, на российский, они говорят, нет, на этот номер у вас нет Киви-кошелька. Я говорю, может быть тогда на белорусский, они говорят, ну, я говорю, на белорусский, она говорит, ну вспоминайте белорусский номер, я говорю, я не могу вспомнить. Она говорит, ничего страшного, мы вам поможем, переключают меня на старшего специалиста. Та говорит, вам надо вспомнить белорусский номер, я говорю, да я не могу вспомнить, там 12-значные, там очень длинные номера в Белоруссии. В общем, она говорит, пишите заявку, я написал заявку, вернее, как она по телефону оформила, проходит три дня. Они мне пишут, техническая служба ответила им, что невозможно мне помочь, я должен восстановить доступ к белорусской сим-карте. В общем, я опять звоню, опять доказываю, что я это я, что Киви-кошелек регистрируется не только по номеру телефона, но и по паспортным данным, по дате рождения. То есть, все мое. Говорю, верните деньги. В общем, опять я там часа два точно потратил, пока не дошел до старшего специалиста. Что самое интересное, у них старшие специалисты на Киви-кошельке, они еще более тупые, чем рядовые сотрудники. В общем, закончилось тем, что кое-как я добился, что они опять мою заявку поставили там в очередь. И, значит, они меня спрашивают, а у тебя сейчас номер российский, привязанный к Тинькову? Я говорю, да. Вот они говорят, запросил у Тинькова договор, что ты их клиент. Я говорю, хорошо, я запрашиваю у Тинькова договор, все они мне присылают, все, наверное, я посылаю им. Знаете, какой был ответ? Нужно вспомнить номер белорусской сим-карты. Ну, я опять звоню, опять, то есть, нервы, ну, представляете, что есть? То есть, вот, твои деньги зависли, это очень обидно, да? То есть, дело не в деньгах, а просто несправедливости. Опять, в общем, несколько дней переговоров, там, перетыкивание, кто прав, кто виноват. В итоге они мне говорят, сфотографируй, значит, себя, сфотографируй паспорт. Прислали мне объявление по форме, я скачал это объявление, его заполнил, тоже сфотографировал, тоже послал. Вот, все, они мне пишут, неплохо видно, паспорт плохо видно, еще раз отправил. Они пишут мне, надо две страницы, а не одну, еще раз отправил. Проходит два часа, они мне говорят, вы отправили не с того ресурса, вам выгодить переписки отправили, а нужно отправить, вернуться назад, куда-то там зайти и еще раз отправить. И вот у них на все ответ, техническая служба не пропустила, техническая служба не пропустила. То есть, существует еще какая-то третья сила такая, потусторонняя, которая не пропускает. В общем, это, потом последний такой у меня тяжелый разговор состоялся тоже со старшим, чуть ли не самым старшим специалистом, которого зовут Андрей. Я говорю, Андрей, ну может быть, был еще один киви-кошелек у меня. А, то есть, я открыл новый кошелек вот на этот телефон, на российский. Слушайте, дальше самое интересное будет, которое Тинькофф. Говорю, может быть, у меня раньше было. Он говорит, нет, он говорит, невозможно открыть два киви-кошелька на один номер телефона. У вас, говорит, вот вы сейчас недавно открыли на вот этот российский номер. И, то есть, он никак мне опять не захотел помогать ничем. Говорит, вспоминайте белорусскую сим-карту. Запрашивайте, значит, эти белорусов. Все, я запрашиваю белорусов. Белорусы мне оперативно присылают все мои сим-карты. Я посылаю их на Тинькофф. Как задолбала эта реклама, тупорылая. И мне, значит, они отвечают, что... Что на белорусские номера у меня киви-кошелька нету. Сейчас просто зайдем за угол. Тут я залаживаю свои старые фотографии филипинские, белорусские. Начинаю смотреть, смотреть, смотрите, что я обнаружил. Я обнаружил, что когда я регистрировал киви-кошелек, я все сфотографировал. Пароль, телефон. Так вот самое интересное, что у меня был киви-кошелек зарегистрирован на российский номер. И эти суки, этот киви-кошелек, об этом знали. И мне не сказали. Потому что, когда человек звонит с номера телефона, с этого же, на который киви-кошелек зарегистрирован, это все сразу видно становится. Понимаете? И они мне парили мозги целый месяц, даже больше, полтора месяца. И в конце еще мне Андрей говорил, что нет, это невозможно. У тебя не может быть такого кошелька, потому что ты его зарегистрировал в апреле месяце. В общем, как только они все мои фотографии получили. А, еще знаете, мы не можем тебя... Даже после того, как они все фотографии получили, они мне пишут. Ты должен пойти теперь к нашим партнерам, по-моему, в Евросети. Заплатить 200 рублей, чтобы они подтвердили, что ты это ты. Я говорю, а почему я должен платить 200 рублей? Вот я из принципа не буду платить. Они говорят, ну ты можешь пойти тогда в этот банк «Контакт», заплатить 100 рублей. И они подтвердят также, что ты это ты. Я говорю, я... Ребята, это, говорю, деньги мои. Почему я должен доказывать, что я это я? Я их немного раз говорил, что я в Ютубе все это сниму и буду про это рассказывать. Какие они сволочи, как они людей обманывают. И, знаете, как с гуся вода. В общем, я говорю, может, есть какой-то еще вариант. То есть, всегда еще заползные варианты. Они мне говорят, да, есть такой вариант. Бинго-бум. Ну, так как я делаю ставки на спорт, то бинго-бум мои друзья. Я там зарегистрировал. Они говорят, идите в бинго-бум. И они подтвердят, что ты это ты. Я прихожу в бинго-бум, они говорят, да, но у тебя, говорит, должна сохраниться сим-карта самая первая, когда ты два года назад регистрировался. Назови, не сим-карту, а смс-карту. Я говорю, конечно, она мне не сохранилась. Они такие, что же делать, что же делать. В общем, в итоге, в общем, каким-то образом мне удалось подтвердить, что я это я. В общем, они мне поверили. И я, в общем-то, за это даже ничего не заплатил, кроме вот этого геморроя, вот этого бесценного опыта, который я приобрел. А, я же нашел свою фотографию, да, вот этот вот, свой пароль. Я просто зашел в свой кабинет, да, подтвердил свои данные. Вот, я вспомнил. И они мне пишут, данные не подтверждены. То есть, я все, они говорят, напишите СНИЛС. СНИЛС я запомнил, все запомнил. Они мне все равно пишут, что я это не я. Что вот после этого они мне и сказали обратиться в Евросеть. Вот, прошу прощения, вот запамятовал. То есть, даже когда ты все заполняешь и когда все правильно, все равно они пишут, что это ты, что неправильно, что ты, это не ты. Все равно едь в Евросеть, едь еще куда-то там, плати. В общем, я уж, честно говоря, не помню, как мне это удалось. Но, в общем, я доказал, что я это я. И у меня доступ к Киви кошельку возобновился. И в этот же день, в этот же час, я очень быстро, оперативно перевел деньги с Киви кошелька на белорусскую сим-карту, банковскую карту. Все, у меня приложение, банковское приложение белорусское. Все, я тут же с ними связался, посмотрел, увидел, что мои деньги упали. Все четко.